всем привет друзья и гости канала мы с вами продолжаем месить грязь и как вы помните в прошлой части мы собирались вот этим вот камазом заправщиком наполнить бочку и поехать потом наш с вами грузовичок с дровами вытягивать вот почему собственно говоря мы с вами начнем это делать на камазе да потому что мы рядом будем проезжать практически да ведь мы с вами условились что этот камаз у нас сами будет стоять на лесопилке потому что там нет ничего и туда если мы доезжаем то назад потом проблематично практически но уже на последнем издыхании так скажем доезжаем топлива у нашего лесовоза тогда заканчивается вот собственно говоря поэтому мы туда с вами и отвозим вот этот вот камаз заправщик так давайте мы сейчас проверим туда ли мы с вами движемся в общем-то до туда вот она наша заправочка вот так вот объезжаем самое главное вот здесь вот не забыть свернуть как-то вот так так и дальше вот смотрите откуда мы собственно говоря вот здесь вот мы сюда ли я да кто его знает сюда ли может быть вот так да но попробуем проедем да и отсюда мы вот так вот поедем поедем и помчимся и вот здесь вот попытаемся вытащить нашу модель c255 вот и отсюда весело уже вдвоем вот сюда нам нужно с вами как-то добраться вот вы видите что 2 из 8 у нас с вами там привезено ну что же погнали погнали поехали потихоньку спешить мы с вами не будем это серия у нас скорее всего получится такая вот заправочная да заправочная вытягивающая вот rescue английское слово такое есть что означает помогать спасать вытягивать кого-то откуда-то но вот в данном случае мы с вами так и будем делать ну и опять же это у нас сами два дела одновременно я люблю так делать по два дела одновременно одним выстрелом 2 зайцев убить хорошо вот это вот место мне всегда нравится вот я очень люблю тут кататься но конечно же без прицепов каких-нибудь а вот так вот вполне вполне мне нравится месить грязь вроде бы смотрите и грязь большая да но и то же время мы с вами проезжаем более-менее легко зато как весело как весело месить грязь кто бы мог подумать вот мне вообще интересно как разработчики пришли к заде к идее так скажем так идеи и в общем-то задумки разработки и воплощение этой игры так я чё приехал что ли да ладно быть такого не может хотя да и нам нужно сейчас свернуть вот сюда вот погнать так вот а потом вот так вот а потом вот так вот как то мы поедем мы помчимся так как всегда у нас закат я как уже говорилось крайне люблю вот такие вот погодные условия но это просто смотреть это сказка настоящая вот на закате и на рассвете просто хочется выйти из автомобиля грузовика квартиры дома и вообще подвала вот где кто где сидит да и собственно говоря наслаждаться так но прежде чем мы с вами будем наслаждаться нам нужно выяснить как туда пробраться может быть наплевать и проехать чуть подальше вот так вот потому что здесь я просто ну не вижу вот между сосенками конечно же можно попытаться проскочить попытаемся где наша не пропадала да вот как говорится давайте мы с вами и не в таких переделках бывали и я так думаю что и не в таких побываем еще вот грибочки подавим всякие тут вот саженцы сеянцы все остальное ну и пробьем дорогу тем более что вот она старая здесь дорога когда-то было здесь кто-то когда-то еще ездил вот но почему-то забросили эту дорогу сейчас мы знаем с вами почему так или не узнаем но мне здесь нравится отлично пока что мы сами отлично идем я считаю грузовичок нас с вами не подводит нигде не застреет и вообще весело катится вот урона только нежелательно конечно же получать так и и и и вот она да ну давайте дальше пробираться через подлесок вот мы видим что тут вот эту нужно объехать это мы не сломаем чайный танк вот и добрались привет дружище да вот у нас тут стоит брательник наш так как-то нужно тут поместиться рядом нет рядом не помещаемся так но тем не менее мы можем сами заправиться вот очень хорошо тысячу литров мы с вами заполучили здесь и в общем то нам теперь все равно да каким грузовиком отсюда уезжать вот нужно будет что один что второе отсюда убирать как я уже говорил давайте уж не будем перескакивать поедем на этом так я намеренно не включаю вроде бы как дальний свет вот ближний какой-то тут есть это даже не сколько ближний как просто горит вот под фарники горят да что тут у нас еще на кабине он горит какая-то обозначалка так хорошо потому что если мы включим с вами свет но на то вроде бы как и виднее да но здесь как-то темень такая вообще вот а так смотрите да вот посветлее извините вот посветлее немножко так ладно хорошо это все хорошо мы с вами движемся нам нужно выехать вот так вот и вот таким вот образом поехать вот сюда ну и дальше мы с вами можем или вот здесь вот проехать по широкому проспекту по тракту кстати смотрите вот я несколько раз здесь рядом проезжал и никогда вот этого вот не видел вот похоже на кратер от метеорита согласитесь да вот центральная горка как обычно в метеоритных кратерах бывает ну и вот это вот сам кратер круто было бы интересно просто туда съездить на уазике может как-то заглянем метеорит упал может а метеоритов можно собирать было бы здорово так ну ладно мы не будем отвлекаться я так думаю что все таки мы поедем вот так вот вот и потом отсюда вот таким вот макаром мы с вами вот сюда вот доедем будем пользоваться gps мы с вами так вот сюда вот кажись да вот потому что среди ночи ладно давайте включим уж я конечно больше чувствую комфорта когда не включать свет вот как-то я так по-китайски начал разговаривать когда я свет не включаю мне больше комфортно потому что как я уже сказал видать больше вот а так у нас получается луч да но я понимаю что вам ничего не видать совершенно вот таким вот образом хоть что-то вы можете увидеть хоть чуть-чуть так поворачиваем здесь какие пируэты буквально наш грузовик с вами выполняет такие пируэты от которых буквально душа в пятки уходит вот потому что я не знаю насколько сильно нужно накрениться чтобы перевернуться вот с дровами мы уже с вами выяснили с дровами легко переворачиваться а вот с бочкой все-таки бочка наполненная так думаю что физика здесь проработана пустой бочки и наполненной да то есть у нас центр тяжести опять же чуть стал выше поэтому переворачиваясь переворачиваемость вот способность к этой самой переворачиваемости у нас повышена сейчас так давай 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 родной давай я знаю ты сможешь мы не в такой грязи бывали и выезжали ничего так вот здесь наверное штурмуем и вот это вот с горочек тут потихонечку буквально спустимся чтобы в конец морду себе не разбить вот у нас уже 22 урона есть немного но все равно неприятно согласитесь вот хотя и автоматом все это лечится но все равно как-то когда доезжаешь чистенький и целенький да но чистенький это я конечно же загнул здесь это скорее всего невозможно сделать вот все равно приятно когда не нужно ремонтироваться так хорошо выехали выехали и едем дальше вот посмотрим вот так вот мне нравится если бы здесь было окошко вот скажем слева или справа да чтобы мы видели вот такой вот вид вот чтобы видели куда едем и включали общий вот такой вот это было бы вообще здорово вот но такой какой есть такой есть тоже неплохо я уже более-менее так приноровился к этой камере но и собственно говоря уже конечно же давно была пора это сделать посмотрим как нам удастся вытащить или не удастся все-таки это не тягач вот задумка хорошая а как она будет реализована это интересно вот но если что мы с вами знаем что тягач у нас с вами всегда под рукой стоит там в гараже в нашем новоиспеченном который мы сами привезли очки гаража открыли и радуемся теперь жизни так нам отсюда туда вот кажись да да вот она вот мы видим наши следы предыдущие вы помните да мы туда ездили привозили бревна и один раз нам это удалось вот следы остаются что мне нравится но второй раз по этим следам вот нежелательно как так как-то рядом с ними нужно будет проезжать вот потому что мы с вами второй раз застряли буквально на въезде на эти следы на въезде на эту тундру так скажем да на пустырь на это так хорошо мы уже приближаемся вот тут вот где-то у нас за этим с горочком стоит бедный грузовичок с бревнами вот он засветился который даже нельзя сказать что он стоит нет он лежит лежит на пузе просто-напросто вот и вот она эта грязь которую мы тут одиннажды проехавши размесили так ну что же давайте попытаемся не ввязнуть и на этом вот хотя конечно же как я уже сказал шансы у нас есть так хорошо кажется вот вот теперь вроде бы как неплохо да так смотрим смотрим мы с вами ставим зацепить начало троса зацепить конец троса хорошо дальше мы смотрим ставим авто и здесь у нас есть подгазовка вот он даже сам заводится да не приходится туда лезть и заводить его это хорошо вот но и в общем то давайте пробовать ехать пробовать ехать и смотреть как это у нас получится ух ты ж нифига себе вы видали это да это просто кошмар какой-то как мгновенно просто сел на пузо да так ладно давайте мы лебедкой попробуем просто попробуем лебедкой кого-нибудь да вытащить или его или себя да но вот его по крайней мере мы вытаскиваем это уже здорово отцепляемся и чуточку попытаемся протянуть все же вот как корабль в волну гоним перед собой смотрите капец какой-то так ладно будем в общем-то пытаться как-то выгрести чуть игно игра немножко тормознула я уж было испугался что всему хана вот но вроде бы как повезло заработала заработала но как тут как скажешь повезло это или не повезло вот это это немножко не входило в мои планы что я так заякарюсь просто прекрасно вот вы видите да но по крайней мере мы вот этого вот вытащили это значит что если мы сейчас выедем все-таки на нашем камазе отсюда отседала вот то тогда сможем возможно проехать дальше на бревновозе на нашем но опять же наруем сейчас тут такого что да так давайте я сейчас сделаю вот так вот как-то посветлее пускай будет так есть да но этот ну смотрите да вот действительно волну гоню придется нам все-таки сразу же пересаживаться на этот и пробовать на нем поехать так вот он вроде бы как частично вылез так нельзя ли еще прицепиться вот к нему пересесть скинуть груз нам предлагают вот да как-то не хотелось бы откровенно говоря грустно скидывать предложение ваше мне не нравится вот так нельзя ли прицепиться еще есть можно хорошо вот теперь есть у нас шансы что мы вот эту вот грязь сможем проехать так но нам нужно вот так вот попытаться туда вперед ну что же погнали так лебедка грузовика все у нас тут включено давайте пытаться вот таким вот образом и подгазовывать и подтягиваться о нет это конечно же это место просто кошмарно здесь нужно будет объезжать вон оттуда скорее всего из-за пригорка вот так вот как-то или вот здесь вот по дороге ехать да и вот тут вот сворачивать но кто бы мог подумать что такое может быть вообще так но тем не менее нужно как-то выбираться выбираться и возможно придется тогда просить помощи у нашего супер тягача вот это нужно сейчас наверное попытаемся все таки своими силами вот ну а если не получится что ж что уж тогда придется ну сели конечно же конкретно оба грузовика вот на ровном месте что называется и тут я даже затрудняюсь как-то сразу же сказать как нам отсюда выбираться вот к сожалению ближайших деревьев здесь нет никаких вот нам придется ехать в гору ну погнали вот тем не менее смотрите как то он то ли отъехал да то ли что здесь случилось как то так поменял свою позицию так хорошо давайте прицепимся все таки да зацепить трос поставить авто и наверное пускай будет лебедка даже не знаю или газ все таки так вот я не слышал он подгазовывает или нет там ну-ка давайте узнаем дифференциалы давайте мы включим вот как ни странно да оказывается мы сами на выключенных ездили поэтому неудивительно что сели вот но тут и и без них в общем то легко сесть присесть так еще раз цепляем лебедка авто вот и давайте еще и подтянем может как то нет ну на месте конечно же на месте а этот я не вижу чтобы он греб ну да конечно же чё бы он греб конечно же вот но все равно он не гребет странно а вот оно как понятно гребем нажимаем f чтобы выгребать вместе выгребать выгребать как так вместе да вот если какую то попадать передрягу так вместе веселее вот что то у нас типа такого ну как вот смотрите потихонечку но буквально по чуть-чуть мы как то пытаемся выехать вот что то уже не совсем на месте вот как то как то оно едет ну да ладно потихоньку я думаю что выйдем там дальше я уверен что пойдет все таки как то получше попроще у нас с вами будет да так наверное все таки отцепимся отцепимся и попробуем выехать самостоятельно на сухое место вон они наши дрова помните да мы там сбросили с краном нужно будет как то приехать поставить кран и попытаться загрузить их но это у нас длинные дрова это значит что нужно опять с прицепом сюда ехать вот я даже не знаю стоит ли так уморачиваться нам с вами или нет ну давай 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 родной тут чуть-чуть осталось буквально чуть-чуть ты же уже ну да я понимаю что на пузе да на пузе но может быть все таки удастся проплыть все таки волну перед собой то не гоним уже полтонны грязи не пихаем уже должно быть полегче как то и осталось только выбраться на сухое место на сухое как будто где то здесь есть сухое место да вот на более менее такое вот нераскатанное и это действительно гиблое место у нас с вами будет я буду избегать поездок сюда вот хотя конечно же хотелось бы вот по диагонали проезжать но мы видим что эта диагональ у нас получается значительно дольше чем если бы мы с вами ехали по разбитым дорогам по крайней мере там есть деревья там есть камни где за что зацепиться есть в общем то так наверное будем делать дальше будем ездить разными дорогами так ну это все это или все или вон туда попытаться все таки добраться так ну что же я так думаю что мы все таки с вами в следующей части пригоним сюда третий тягач который выдернет эти наши грузовики как пробку из бутылки с шампанским и с этим тягачом мы я так думаю что весело туда доедем все это отвезем вот ну и будем знать что это место с виду вроде бы как тихое но в тихом месте как известно много грязи я на этом буду с вами прощаться всем удачи всем пока текачка ну и важно